Петр опять встретил Джамиля, который ищет себе квартиру. Сначала вы получите новое слово, а потом послушайте, какой совет Петр дал Джамилю. Вам двойственное число повезло, что плюс прошедшее время. Хас, хузуз, удача и везение. Кара, хузуз, удача, кара, якра, читать. Дорида, джараид, газета, газеты. Катир много, шай, вещь. Мноси подходящие. Хатта, плотто, алан, теперь сейчас. Хауил, попробуй попытайся, может скоро. Раджа, юраджи, обратиться к. Мактаб, макатип. Офис, офисы здесь агентства, агентства. Мактаб, якари, агентства недвижимости. Фикра, таиба, хорошая мысль. Иншалак, если пожелает Аллах. Фок. Послушайте диалог еще раз и внимательно прочитайте его. Какие новости, Джамиль? Мах, барук, я Джамиль. Все хорошо, пословно слава богу. Ахандули лак. Я ищу меблированную квартиру для того, чтобы снять ее. Ахватан, шика, мафруша, лила, лил, шар. Мы с другом нашли хорошую, удобную квартиру на невеликую от центра города. Ана васадик я, уатши, дачи, качан, ниба, уам, риха, кариба, мин, маркас, алмадина. Вам повезло, что вы нашли эту квартиру. Кан лакум хас фиан, уатшат, тума, хадиш, льшат, щика. Я пока не нашел ничего подходящего, хотя каждый день читаю много газет. Попробую обратиться в агентство недвижимости. Хау, и лан, ту, раджи, мак, мак, табан, и кальян. Хорошая мысль. Фикрата, и ба. Обращусь, если пожелает Аллах, лок. Сау, раджи, ук, иншаллах. Одним из вариантов осведомления о делах является только что изученный вам оборот. Ну ах, Бару, какие у тебя мужской род новости. Логол бахат яху, ябхат вам, искать кого, что всегда сочетается с предлогом ан-о-об, после которого имена ставятся в родительном падеже. Табха-сенат, мадра-сатин, ты женский род, ищешь школу. Набха-тан-сатикина, мы ищем нашего друга. Этот предлог сочетается со следными местоимениями, как мин, от, чем из. После предлога ли, для, к, чтобы, артикль утрачивает, анзованный эльф с фатхой. Например, лил, лилый джар, наем, канла, куман, хас, вам повезло. Насловно означает «плавное, достанное число, удача». Следовательно, при склонении этого оборота нужно обращать внимание только на притяжательное местоимение. Оборот сочетается с предлогом фи-в, после которого ставится союз ан-о-что-что-бы, а после него глагол в прошедшем времени. Например, «Кан-лак-алхас фиан-уаджат-а-амалан-ша-идан». Тебе повезло, что отношу хорошую работу. «Кан-лан-алхас фиан-уаджат-на-мас-канан». Нам повезло, что мы нашли квартиру. Пока вы знаете, частица «ма» служит для отрицания глаголов прошедшего времени. Я до этого здесь не жил. «Ма-закан-дук-хуна-хат-а-лан». Я не нашел хорошую квартиру. «Ма-аджат-уш-ы-кад-ша-мила». И не телепадеж слова «шай». Что-то, нечто, вещь. Имеет форму шаян. Например, «Мы не нашли ничего подходящего». Пока вы знаете форму повелительного наклонения только для трех слов. Позволь, возьми и положи. Глагол «хау-а-луа-хауа-ин» «пробовать» относится к третьей породе, которая образуется повелительное наклонение следующим образом. «Хау-илу», «попробуй мужской рот». «Хау-или», «попробуй женский рот». «Хау-ила», «попробуйте двойственное число». «Хау-илу», «попробуйте мужской рот». «Хау-или», «попробуйте женский рот». Повелительное наклонение в третьей породе глагола образуется по следующему принципу. Проведем некоторые формулы и пример. «Ха-или», «хау-или», «попытайся женский рот». «Ха-лу», «хау-илу», «попытайтесь мужской рот». «Ха-или», «хау-или», «попытайтесь женский рот». В сочетании со следным местоимением форма глагола повелительного наклонения мужского рода множественного числа теряет конечный эльф, например, «раджи-уга», «обратитесь к ней». А в формах множественного числа женского рода перед следным местоимением произносится гласный «а», опуская на других случаях, «раджи-нага», «обратитесь к ней». В лагол «раджи-юраджи» повторять может также означать обращаться к «л». Как вы уже заметили, он сочетается с дополнением без предлога. «Раджи-мактабан-якадиян», «обратись женский рот в агентство недвижимости». В арабском языке применяется много выражением со словом «аллах», «бог», «аллах». После сдвоенного «ли», которое произносится твёрдо, здесь идёт долгий гласный «а», который на письме не обозначается «аллах», «бог», «аллах». Новые слова. К Петру прилетает его французский друг Жан, хотя он и устал с дороги, своей радости от встречи не скрывает. Чтобы понять разговор двух друзей, выучите новые слова. Жан, Жан, французское мужское имя, Ухана, юхана, арабское мужское имя, Уалаги, дословно «клянуть Аллаха» также может использоваться для подтверждения чего-либо. Минзаман давно, райду, я заметила, увидела, Рай, ара, заметить, увидеть, Кайфанта, как дела, мужское урод, дословно «какты», «кадальта», ты провёл время, «када, якты», провести время. Сафар, путешествие, табан, усталый, «халла», «кулхал», всё равно в любом случае, «я суруни», «анрак», я рад тебя видеть. «Юмкун, юмкину, ни ан, могу ли я?» Подал, юбодил, разменивать, Ну, путь, деньги, Макдаб, асар, фонд отмена валют, Сараф, кассир, банкин, меняла, Бесура, быстро, идбани, иди за мной, Таби, ядба, идти за кем-либо, Да, позволь, да, не ахут, позволь мне, дядь, Хакиба, хаиб, саквояж, сумка, саквояжи, сумки. Послушайте диалог ещё раз. Добро пожаловать в Тунис, Юхан. Аглан, я саглан, фи Тунис, я Юхан. Господь, свидетель, на мной тебя не видел. Валаги мин саман марай тук. Как дела? Кайфан так. Хорошо, слава Аллаху. Бехайра, хамду лилак. Как прошло путешествие? Валага кайф, 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 кайф. Устал? Но всё равно рад тебя видеть. Ана табану лакин, калакул хал. Я суроник, ана рак. Знаешь, где можно поменять деньги? Хау тариф аны, мукин уни, ан, убадит. Но кудан? Вон там, вон там, вон там, не на валют. Хунак мактаб ассарф. Ассараф саю бадил. Менела быстро поменяет твои деньги, лак. Ну кудак, не сура. Пойдём за мной, позволь мне взять твой чемодан. Идбай, идбани, дания, ход, хак, иба, так. Джан. Джан является французским аналогом русского имени Ибан. По-арабски это французское имя передаётся как Джан, либо употребляется в арабизированной форме Юхана. В диалоге встретился очередной оборот со словом Аллах. Аллах. Аллахи. Клянусь Аллахом. Значение под Аллахом. Значение подтверждения. Так же, как и в слове Аллах. Бог. Аллах. Здесь произносится твёрдо. Аллах. В диалоге встретились два глагола. Ра. Увидел, заметил. Игата. Провёл. Который глагол. Иштара. Купил. Аканчиваться на алифмаксурок. Основной формы прошедшего времени. Сбряжение этих глаголов прошедшего времени единственное число выглядит следующим образом. Сбряжение глаголов этого типа в настоящем времени вам уже известно. Райту. Я увидел. Райта ты увидел. Райти ты увидела. Ра он увидел. Ра она увидела. Кадайту я провела. Кадайта ты провёл. Кадайти ты провела. Када он провёл. Кадат она провела. В первом и втором лице алифмаксура преобразуются в я. Что характерно для глагола этого типа. Если после формы третьего лица мужского рода единственное число глаголов оканчиваешься на алифмаксура, следует личное местоимение, то конечное а переходит в а. Например, когда провёл его, например, день. Если этому глаголову предшествует хамзованный алифмаксура, то конечное а переходит в а. Он видел меня в школе храме филматрасса. Он видел тебя, мужской род, в университетской столовой. Рак филматам Аджамий. Глагол «ра» увидел, заметил. В настоящее время единственное число спрягается неправильно. Ара я вижу. Тара ты видишь. Тарайн ты видишь. Яра он видит. Тара она видит. Этот глагол сочетается со следственным местоимением, как форма третьего лица мужского рода прожжего времени. Ара я вижу тебя. Мужской род. Тара ты видишь. Мужской род. Она видит меня. Следующий глагол, достойный вашего внимания, довольно нетипичен, поскольку имеет только одну форму и спрягается по лицам с помощью следственных местоимений. Это глагол «юмки», «мочь». А вот и его спряжение для единственного числа. «Юмкинуни», «могу», «юмкинук», «можешь мужской род», «юмкинуки», «можешь женский род», «юмкинут», «может женский род». После глагола «юмкинук» идет сослагательное наклонение или мазда смыслового глагола. В арабском языке существует несколько слов для обозначения понятия «деньги». Но код буквально означает «монеты». Амуал – имущество, находящееся во владении кого-либо. Фулус, фильсе – разменная монета. Одна сотая динара используется в обороте в Ираке и Артане. Значит, Жан с таким же успехом мог бы сказать, где можно поменять деньги. «Ань, ёмкинуни, ануа бодила ламуала» Или «где можно поменять деньги?» «Ань, ёмкинуни, ануа бодила фулуса». Урок 7, часть 2. Жан с Петром пошли менять деньги и столкнулись с проблемой, о которой вам станет известно после изучения новых слов. Фулус – деньги. Талататалав – 3000. Юру – евро. Гояр – юкаир. Поменять, сменить, разменять. Я, Саиди, прошу вас. Насловно «О мой, господин». Сайт сада. Господин, господа. Я, Саидати, прошу вас. Обращение к женщине. Алфан – 2000, 2000. Родительный, именительный падежей. Алфан – 2000, именительный падеж. Аф-Алаф – 1000, 1000. Ха-хия. Вот она, шванский род. Ух-суп – пересчитай, пересчитайте. Хасап – ях-суп. Считать, пересчитывать. Минфатлик – пожалуйста, мужской род. Макас – ямкус. Не хватать, кому чего. Асиф – извините. Факет, дословно сожалеющий. Хати-яхто-фи. Ошибиться в чём-то. Га-ху-я. Вот он. Баки – остаток, оставшаяся часть. Маблак, мабалик, квота, сумма, квоты, сумма. Холоди, который, которого, которому. Повторно послушайте диалог и самостоятельно прочитайте его. Юхана, сколько у тебя с собой денег? Я, Юхана, канал, фулус, пак. У меня 3000 евро. Майдал, ладан, алаб, юру. Сколько денег ты хочешь, чтобы я поменял тебе? Каминал, фулус, тури, дану, гаир, лак, я, саиди. Я хочу, чтобы ты поменял мне 2500 евро. Урид, анфу, гаир, ли, алфа, нуа, хамсу, мят, юру. Вот 3500 динара. Ха, хия, тава, тава, фью, хамсу, мит, юнар. Пересчитайте, пожалуйста. Усуба, мин, фадлик. Господин, здесь не хватает 50 динаров. Я, саиди, ям, кусу, ни хамсун, динара. Извините, я б считался. Аси, хадиду, фил, хиза. Вот остаток суммы, которую я тебе разменял. Ахуа, бакил, ба, плакала, ди, яру, ди, лак. После вопросительной частицы сколько существительного может стоять ввинительных падеже единственного числа неопределённого состояния? У тебя сколько автомобилей? Во множественном числе определённого состояния после предлога. Например, у тебя сколько автомобилей? Слово «деньги» в арабском языке в основном множественного числа. Поэтому Пётр спрашивает Жанна «Сколько у того денег?» Говорит, сколько у тебя денег? Каминов, лусмак. Во многих арабских странах денежные единицы служат динар. В предыдущем диалоге вам встретится глагол «бадалуа», «бадил». Разменивать здесь вы узнали его синоним «кояр», «югаив». В настоящее время вы узнаете количество на числителе отдельное от 1 до 999 и порядково от 2 до 12 женского рода. В обозначении денежных сумм и количества лет часто необходима числительная больше тысячи. Тысяча в арабском языке является числительным мужского рода «Алф», множественное число «Алав». И в сочетании с другими числительными ведёт себя какими существительными. Например, «Талататалаф», «Ахадашарафан» 2000 – это двойственное число от 1000 «Алфан», которое склоняется по падежам, «Алфан» в водительном и винительном падежам. В диалоге также встретилась частица «А» в сочетании с личными местоимениями. Эти конструкции переводятся словом «вод», если говорится о вручении или демонстрировании чего-то кому-то. «Ахуэлбахи» – вот оттаток, дословно оставшийся. «Ахиялмадраса» – вот школа. Если существительная, к которому относится частица, неодушевлённая и стоит во множественном числе, используется личное местоимение единственного числа женского рода, как и в сочетании с прилагателем. Например, «Ахияфулусук» – вот твои деньги. «Ахияфулутуна» – вот наши дома. Если же имя существительное, одушевлённое, издает во множественном числе местоимения и используется соответственно биологическому роду существительного, тоже справедливо или двойственного числа, независимо от одушевлённости и неодушевлённости существительного. Оборот «Нимфадлик» дословно переводится как «от твоего превосходства». Он употребляется в просьбе о показании услуги, например. «Помогите мне, пожалуйста». «Саидзиминфадлик». Женская форма этого оборота имеет вид «Женщина, помоги мне, пожалуйста». «Саидзиминфадлики». Слово «Асиф» дословно означает «сожалеющий» и является формой действительного причастия от глагола «Асиф» и «Асав» – «сожалеть», «сочувствовать». Форма женского рода единственного числа, двойственного и множественного числа образуется по правилам, как у большинства прилагательных. «Асифа» – «Извините, простите, мне очень жаль». «Асифун» – «Извините, простите, нам очень жаль». Асифат. Извините, простите, нам очень жаль. Следующий глагол с хабзой в основе, с которым мы только что познакомились, это хат и яхта. Ошибаться. При сбережении хабза принимается за согласный. Изменяется только подставка в зависимости от окружения гласного. В последнем предложении диалога. Вот остаток суммы, которую я тебе разменял. Ха-хуа-батилума-блак-лади-гайя-ру-так-лак фигурирует относительное местоимение мужского рода алади, который оно не изменяется, как и его женский эквивалент алади, который употребляется также с неодушевленными существительными множественными числа. Следное местоимение, относящееся к относительному, стоит после местоимения либо смыслового алкогола в предаточном предложении. Например, сумма, которую я разменял. Дословно, сумма, которую я разменял, я ее. Ам-а-блак-лади-гайя-ру-тук. Квартира, в которой я живу. Дословно, квартира, в которой я живу в ней. Ам-а-скан-а-лади-а-скун-фиг. Будильник, который тебе нужен. Дословно, будильник, который ты нуждаешься в нем. Ам-а-блак-лади-гайя-ру-тук-тач и лайк. Относительное местоимение употребляется только в определенном состоянии. Если слово перед относительным местоимением окончается на власть, местоимение теряет начальный концовный алиф-а. Наблюдайте за употреблением относительных и анафористических местоимений на следующих примерах. У нас есть друг, который живет в Беруде. Наш друг, который живет в Беруде, учится в Тунисе. В квартире, где я живу, есть кухня и ванная. Я быстро съел мандарины, которые купил. Жан собрался на рынок. Прежде чем узнать, что он купил, выучите новые слова. Приветствия дословно мира. Ас-салам-алайкум. Ас-салам-алайкум. Ответ на приветствие. Ва-алайкум-ас-алам. Ва-алайкум-ас-алам. Ответ на приветствие дословно Иван-мир. Ва-алайкум-ас-алам. Ва-алайкум-ас-алам. Продавец-продавцы. Ба-и-ба, дай мне мускура, дайте мне а-ти-ни, дай мускура дати а-та, ю-ти дати кило, килограмм, там-а-тим, помидоры, тебе нужно что-то, ан-та-фи-ха-джа-ила, другой а-хар, тари, свежий, сочный от водах, табан, конечно, а-на-зин-минга, сколько вам их взвесить? А-зам-а-и-азин свешивать, хуп-с-ракик, крепёшки, лаваш, хуп-с-хлеб, лил-азав, к сожалению, у-тху-вайди, войдить, да-хал-я-тху-входить, талик-тот, мах-пас, мах-абис, пекарня, пекарня, тазич, свежий, о хлебе, рыбе, мясе, дай-ман, всегда, в аностранных словах надо читаться, как долгое пол. Послушайте диалог ещё раз и прочитайте его самостоятельно. Дайте мне килограмм помидоров и полкило яблок. А-хи-я-я-сай-ти, пожалуйста. Хал-ан-та-фи-хад-жа, белошай-ахар, ещё что-нибудь. Нам хал-эндаг, португал, тари, да, свежие апельсины у вас есть. Табан-ка-мазин-мин, конечно, сколько взвесить? Кир-уах-ит-факат, только один килограмм. А-ла-вашу вас есть? Хал-эндаг-хуб, сраки, кай-дан? К сожалению, нет. Ла-ли-ла-сам, сойдите вон в тупикарню. Ут-ху-далекал-мах-бас, там всегда свежий хлеб. Ху-наг-хуб, стазич, тай-ман. В диалоге появился новый брат приветствия. Приветствия, а-салам алейкум, дословно, мир вам. Это приветствие употребляется прежде всего мусульманами. Ответ на него, я-в-а-лейкум, а-салам, и вам мир. В арабском языке не очень много особо вежливых форм. Кося от чего-нибудь в магазине обычно говорят, отчини, дай мне обращение к мужчине, отчини, дай мне обращение к женщине. Добавляю в конце или посередине предложение. Глагол а-то, дал, является слабым глаголом четвертой породы и спрягается в прошедшее время, как глаголы оканчиваются на алифмаксура. Обратите внимание на его спряжение во множестве на числе прошедшего времени. А-тайна мы дали, а-тай-тун мы дали, а-тай-тун мы дали, а-тун мы дали, а-тай-тун они дали. Также спрягаются другие глаголы «оканчиваешься на лев макшура», независимо от породы. Вы знаете, глагол нуждается в чем-либо. Вместо него можно употребить неисменяемый оборот «фи хаджа ила», словно испытывая потребность, поставив перед ним соответствующее личное местоимение. Тебе что-нибудь нужно? Аланта фи хаджа ила шай. В предложении «Камзин Минго сколько их весит» местоимение относится к апельсинам в целом. Ясное дело, Жанну незачем покупать все апельсины, которые есть у торговца, ему нужна только часть из них. Предлогом часто вводится так называемый частичный артикль, который встретится вам еще много раз. Глагол «Язин взвесил», «отвесил», «трачивает настоящее время на ЧАМИУ». В основном его спряжение остается без изменений. Правильные глаголы первой породы делятся на три группы в зависимости от спряжения в настоящее время. Срединный оглазок «дама» в основе, например, «яскун», «ядрус». Срединная оглазок «фатха», в основе, например, «яхта», «кясмах», «срединная оглазок «кясра», и в основе, например, «яриф», «яджлиз». Повелительные наклонения эти глаголы образуются так. На примере глагола «удрус», «учись», «удруси», «учись», «удруса», «учитесь», «удрусу», «учитесь», «удруси», «учитесь». Повелительным наклонениями перед основой после «хан» появляется гласный и «ребау», например, «ускун», «живи». Если гласный основа в настоящее время у повелительного наклонения, тем гласным также будет у остальных случаев, тем гласным повелительным наклонением будет и, например, «исмах», «позволь», «ириф», «снай». Приложение «удхо», «удали», «калумах», «бас», «ватив», «топикар» не используется данные указательные местоимения. Его женским, соответственно, является обычный перед определенным артеклем. Приложение «куроку-сем», «повелительные наклонения». Арабские глаголы разных пород образуют повелительное наклонение по различным формулам, хотя кое-что общее найти можно. Ты – мужской род, ты – женский род, вы – мужской род, вы – женский род. Кроме того, у глаголов первой породы в повелительном наклонении над или под хамзой появляются гласные. У или в основе в настоящее время имеется срединный гласный. И если в основе в настоящее время имеется срединный гласный или а. Пряжение глагола, оканчивающегося в прошедшем времени на алиф максура. Чтобы повторить эти формы, вернитесь к странице 8.22. Глагол юмкин – мочь. После глагола юмкин мочь следует маздар смыслового глагола. Например, ты можешь стешить хал юмкинуки антоскунигуна. Вопросительная частица кам – сколько? После вопросительного местоимения – сколько имя существительное стоит в венителе подъежи единственного числа и определенного состояния. Сколько у тебя автомобилей? На множественных числей определенного состояния после предлога, например, сколько у тебя автомобилей? Количественные числительные тысячи. Названия 1000 образуются от числительных мужского рода АЛАВ. Приложение к уроку 7. Относительное следственное местоимение предаточных предложений. Относительное местоимение единственное число имеет такой вид. Для мужского рода АЛАДИ, который. Для женского рода АЛАДИ, который. Эти формы неизменяемы. Для компенсации изменения служат местоимение наполнения предаточных предложений в виде слитного местоимения глагола или предлога. Например, сумма, которую я разменял. Засловно, сумма, которую я разменял ей. АЛМА БЛАК АЛАДИ, ГАЛАЯ РУТУК. Комната, в которой я живу. Засловно, комната, в которой я живу. АЛМА СКАР АЛАДИ, АСКОН ФИК. Урок 8, часть 1. Фатима и Занаб собираются за покупкой. Однако у них разногласия по поводу того, куда же пойти. Прежде чем он станет, известно, в чём заключаются эти разногласия. Выучите новые слова. АЛМА БЛАК АЛАДИ, ГАЛАДИ, ГАЛАДИ. ТАБАДА, Я ТАБАДА, ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ. АЛАЛА, СНАЧАЛА. ИКТАРАХ, И АКТАРИХ, ПЕДЛАГАТЬ. МАДЖАР, 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 КАБИР, УНИВЕРМАК. КАЙ, ЧТОБЫ, АКТАРИЯ, БОЛЬШИНСТВО, ЕДА, ПАТАИ, ТАВАР, ТАВАРЫ, МАКАН, КАМКИНА, МЕСТО-МЕСТАВ. ФАКАР, ЮФАКИР, ДУМАТЬ. НИНА ЛАВДАЛ, ЛАВДАЛ, ЛУЧШЕ. СОВЕРШЕНИЯ ПОКУБАК, ТАБАДУ, МАГАЗИН, МАГАЗИНЫ, ДУКАН, ДАКАКИН, ЛУЧШИ, АВДАЛ, НАЛ, АНУЛА, КАЛИ, КАЧСТА, СОРТ, ВИД, КАЧСТА, СОРТ, СОРТА, ВИДЫ, ЗАБУН, ЗАБАИН, КЛИЕНТ, КЛИЕНТЫ, ЛАКАФ, САДИВ, СТОЯТЬ, АК, АХ, АХ, ЯНАМ, ИНОГДА, ТАБУР, ТАГУАВИР, КОЧЕЛИЧ, КОЧЕЛИЧИ. Послушайте разговор Фатима из Анапы и прочитайте его самостоятельно. Хочу пойти за покупками. ИТАНАТАБАДА, ТЫ ХОЧЕШЬ ПОЙТИ СО МНОЙ ЗА ПОКУПКАМИ? ГАЛТУРИДИН АНТАТАБАДАЙ МАНЬ, С УДОВОЛЬСТВИМ, ЛИКУ, СУРУ, КУДА СНЧАЛА ПОЙДЁМ? ИЛА АННАТКА, АУАЛАН, ПРЕДЛАГАЮ ВУНИВЕРМАК, АКТАРИТ АННАТКА, ИЛАМАДЖАР КАБИР. ЧТОБЫ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ КУПИТЬ В ОДНОМ МЕСТЕ. А Я ДУМАЮ, ЧТО ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ В НЕБОЛЬШИХ МАГАЗИНЧЕКОВ. ПОТОМУ ЧТО ТОВАРЫ ТАМ ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА. ЛИАНА ГУНАК АЛБАДАЙ ЛОФКИТАЛА НАУИН. Но в небольших магазинчиках иногда приходится выставить длинные утери. МАЛАКИН ФИДРАКИ ИАС-ТИРА АЛАIn САБАДИТ АНАНКЮФУ АХ-Я НАНФИТАУАБИР ТАУИЛА. Глагол ТАБАДА, ЯТАБАДА ФИЛЫЧ ПАКОПКИ. ПРАВИЛНО ИСПОРЯЖЕНИЕ ОПНОСТАТ МУЕТСЯТose КВЯТОЙ ПАРОДИ. А вот глагол ИКТАРАХ, ЯКТАРИХ. Предлагать относится к восьмой породе Оба эти глаголы правильные Вы уже знаете, как образуются глаголы Первая, вторая и третья порода Прожидшее время Основа глагола пятой породы Образуется по формуле Там вода, тело покупки Там года, обеда Это глагол конечный С слабой буквой Да шараф имел честь считать за честь Пятая порода имеет структуру Похожую на вторую Нужно лишь добавить приставку Глагола второй породы Восьмая порода образуется по формуле Их тарах предложил Их тарах купил Здесь также конечная слабая буква Их тарах закончился Здесь конечная слабая буква С ее замка Чтобы вводится сослагательное наклонение Это синоним ли Значение чтобы ликай Например Адгап илассук Кай ликай ли аштари маузан Я иду на базар За бананами Предложение ингонок Албадейла фото лунам Там товары лучшего сорта Ничельный падеж Ничельный падеж Словно Имеет значение В качестве сорта Так часто строится Сравнительная степень Которую вы подробнее узнаете больше Диалоги использовался Оборот аналогичного Русского логифа лента По кофе Отбор Стоять в очереди Некоторые существительные Образуют форму Неправильно умножить На числа по формуле Фаил или фаил Например Табур Отчередь Тукан Магазин Табир Отчередь Такатин Магазин Чуть по другому По формуле Фаила Образуются Неправильное множественное число Существительное Например Забун Клиент Забаин Клиенты Паджар Торговый дом Матаджир Торговый дом Правильное множественное число Образовывается Добавление в конце слова Например Угандист Инженер Угандист Инженеры Студентка Студентки Новые слова Хатьма Из-за нас Приняли решение Отправиться В продовольственные магазины Сделать там пару покупок Чтобы узнать Каких имена Выучите новые слова Линадгап Давай пойдем Бакалат Продовольственный магазин Бакал Торговый с предтоварами Махина Чем могу служить Векам Сколько стоит Рус Эйс Луки Ял Яд Лунцы Лунцы Около двусот грамм Бургул Бургур Бургуль Разновидность Мелкозернистой каши Уба Кулаб Коробок Коробки Пачка Пачки Сиджара Садша Ир Сигарета Сигареты Кибрид Спички Утки Брид Спичка Гар Меньшай Ахар Еще что-нибудь Филс Фулус Фильс Фильс Разменная монета Ханис Ауанис Госпожа Лаус Самах Будьте добры Насловно Если позволишь Зуджаджа Бутылка Хасир Асаир Сок Соки Лаймун Лимоны Шантаж Сумка Сумки Бластики Пластиковые Пойдем Продовольственный Магазин Линан Гар Пила Бакала Хорошая Мысль Фикра Таиба Мир вам Асалам Алейкум Чем могу Служить И вам Мир Ва Алейкум Асалам Мал Хитма Чем могу Служить Бекап Килу Рус Сколько Стоит Килограмм Риса Беден Ран Два Динара Атини Минфарлик Низки Лорус Кия Бургун У Бац Сача Ир Бак Гибрид Пожалуйста Полкилограмма Риса Ун Сурбулгура Почку Сигарет И коробок Спичек А уменьшая Хар Еще Что-нибудь Погода Кушай Нет Это Все Камат Фая Сайти Сколько Сминя Ситат Тана Иру Анито Фил Шесть Наров Двести Фильсов Уанть Мада Туретин Ил Анисати А ты Что Хочешь Лаус Мах Тати Суча Суча Дат Асир Лаймун Бутылку Лимонного Сока Пожалуйста Ахия Анисати Вот Возьмите Тафадали Худей И Полиэтиленовый Пакет Возьмите Пожалуйста Первый Глагол Этого диалога Стоит Так Незаваемая Недостаточная Форма Которая Иногда Может быть Образована С помощью Предлога Ли Эта Форма Имеет Значение Повелительного Наклонения Только В первом В первом И третьем Глагола Стоящего После Предлога Ли А недостаточная Форма Большинства Глаголов Совпадает С Слагательным Наклонением Ли Недостаточная Форма Есть И другое Значение Стоящая После Частицы Ла Она Служит Для Отрицательного Повелительного Наклонения Латат Гаг И лайк Не ходи Мужской Рот К нему Латат Абати Куна Покупок Здесь Не Делай Женский Рот Латаш Тари Гуна Не Покупай Мужской Рот Здесь Вместо Минфадлик При выражении Просьбы Можно Употребить Мужчине Ла Самах Не Разрешишь Ли Женщине Ла Самах Не Разрешишь Ли В этих Конструкциях Употребляется Форма Прошедшего Времени Уже Известного Глагола Самах До сих пор Он встречается Только в формах Повелительного Наклонения Исмах И Исмахи В некоторых Арабских Странах Используется Единица Масса Отличная От килограмма И граммов А именно Ратл Ортал Ратл Который В разных Странах И даже Городах Соответствует В массе 0,5 От Полукилограмма До Укия Укият Мера Унца Которая Также В зависимости От региона Равна 200-400 Грамма Приложение Образуется По формуле У некоторых Существительных В образовании Множественного Числа Есть Некоторые Нерегулярности По формуле Фааил Или Фааил Табор Очередь Лобир Очередь Дукан Магазин 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 По формуле Фааил Мафаил Сабун Клиент Забоин Клиенты Мат-джар Торговый Дом Мат-джар Торговые Дома Мат-ам Ресторан Мат-а-им Рестораны Мат-бах Кухня Мат-обех Кухня Недостаточная Форма Меет два Значения Для первого Третьего Лица Глагола Выражает Повелительное Наклонение Три Надгап Подемка Три Ядрус Пусть учится После частиц Ла Отрицает Повелительное Наклонение Ла-то Тихона Здесь Не стоит Ла-то Совидно Не помогай Нам Глагол Настоящего Времени Оканчиваешься На Е Утрачивает Его В недостаточной Форме Лена Штарик Давай Словарик Уроком Семь-восемь Идбани Иди за мной Ух-суп Пересчитай Пересчитайте Ах-янан Иногда Ах-ар Другой Утху Войди Войдите Асиф Хасав Сожалеть Сочувствовать Асиф Извините Дословно Сожалеющий Ати Дай Муж Скоро Ати Не Дай Муж Скоро Дайте Атаю Та Дать Автал Лучший Ах-тар Баг Бог Баг 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 Сколько Сколько Стоит Табада Ятабада Делать покупки Табаду Совершение покупок Таби Ятба Иди за кем-либо Табан Усталы Талатат За твоя же сумки Хабар Ах-бар Новость Новости Хупс Ракик Лепешки Лаваш Хупс Хлеб Хати Ят Хафи Ошибаться Дай Ман Всегда Да Хал Ятху Войти Да Позволь Да Не Ахук Позволь Не Сядь Ну Кан Да Катин Магазин Магазины Далек Тот Ра Яра Увидеть Заметь Ра Иду Увидела Заметь Раджа Ю Раджи Обратиться К Рус Тис Рат Артам Рат Окола От пола до трех килограмм Забон Запоим Клиент Клиенты Суджата Бутылка Сафа Путешествие Сиджара Саджаир Сигарета Сигареты Сай Садок Господин Господа Шантаж Шунад Сумка Сумки Шай Вещ Сараф Кассир Банкир Миняло Табур 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 Очередной Очереди Тазич Свежие Хлебы Рыбинаси Табан Конечно Тари Свежий Сочный Оплодок Томатин Помидоры Осир Осаир Сок Соки Улба Ула Коробок Коробки Пачка Пачки Алак Ухал Все равно В любом Случае Ан О Оп Утки Брид Спичка Таяр Хю Таир Поменять Сменить Разменять Факар Йо Факир Думать Фикра Таиба Хорошая Мысль Филс Фулус Фильс Фильс Разменная Монета Фулус Тенье Кара Якра Читать Када Якта Провести Время Када Ита Ты Провел Время Калаку Малхас Фиан Вам Двольственное Число Повезло Что Прошедшее Время Гибрид Спички Катир Много Камазин Минга Сколько Вам Их Весить Кай Чтобы Кайф Анта Как дела Мужской Род Словно Ты Как Кил 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 Лег Чтобы Лег Чтобы Лег Ас К сожалению Лег Пойдем Давай Пойдем Ла Самах Если Позволишь Мужской Род Лай Мун Ма Ах Барук Какие У тебя Мужской Род Новости Ма Хит Ма Чем Магу Служить Ма Благ Ма Балик Квота Сума Квота Сумы Ма Джан Матаджир Торговый Дом Маджар Кабир Универмаг Махбас Махабис Пекарня Пекарня Маркас Маракис Центр Центре Макат Камкина Места Места Мактаб Макатип Офис Офиса Здесь Агентство Агентство Мактаб Ассар Обмена валют Мактаб Икарий Агентство Недвижимости Минал Афдал Лучше Минзаман Давно Минфадлик Пожалуйста Машкурод Монаси Подходящий На касьян Кус Не хватать Кому чего Ну кут Деньги Нау Анью Анла Качество Сорт Вид Качество Сорта Вид Ах 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 Вот он Ахи Ах Вот оно Калменьшай Ахар Еще что-нибудь Валаги Словно Клянусь Аллахом Также Может Использоваться Для подтверждения Чего-либо Базан Я Смешивать Валайкун Асалам Ответ На приветствие Дословно Неван О Как Я Кив Стоять Я Саидати Прошу вас Обращение К женщине Я Саиди Прошу вас Несловно О мой Господин Я Суруни Анарак Я рад Тебя Может Корот Видеть Ёмки Ну не Ан Могу ли Я Могу Я Юхана Арабское Мужское Имя Юру Евро Рекомендация По выполнению Домашней Работы Регулярное Выполнение Домашних Работ И Отправка На проверку Личному Преподавателю Важная Часть Процесса Обучения На курсе Это Поможет Вам Вовремя Проконтролировать Результаты Свою учебу И Почувствовать Удовлетворение Достигнув Успеха Домашние Работы Можно Выполнять В интерактивном Режиме Зарегистрировавшись На сайте Ешка А также Письменно На печатных Бланках Которые Находятся Внутри Учебных Журналов В первом Случае Значительно Сокращаются Сроки Проверки Выполненных Работ Экономится Средство На пересылку И обеспечивается Гарантия Доставки К выполнению Домашней Работы Приступайте Только Тогда Когда Вы Усвоите Материал Всего Урока Домашнее Задание Требует Обращения В предыдущем Урока Просим Вас К этому Привыкнуть Поскольку Такой Вид Работы Помогает Освежить И Систематизировать Полученное Знание Начните Работу С черновика В этом Случае Вам Будет Легче Внести Исправление Сопоставить Возможные Варианты А затем Сделать Правильный Выбор В качестве Черновика Можно Использовать Страницу Учебного Журнала С разделом Домашняя Работа Рекомендуем Заполнять Их Карандашом И обращаться К ним Дальнейшим После Получения Проверенной Преподавателем Домашней Работы Для Исправления Допущенных Ошибок Работа Над ошибками Способствует Значительному Улучшению Качества Усвоения Изученного Материала Подготовлены Ответы Внесите Бланк С домашней Работой При заполнении Печатного Бланка Вначале Впишите Свой адрес Фамилию И имя А также Личный Студенческий Номер И код Вашего Преподавателя Пишите Четко И разборчиво Заполнять С печатной Бланки Следует Только Ручкой Синей Или Черной Пастой Для Возврата Проверенной Домашней Работы Выполнены На печатной Блатке Необходимо Вложить В письмо Оплачены В соответствии С действующими Тарифами Заказ Дополнительных Материалов А также Другие Письма Касающиеся Административной Деятельности Школы Просим Высылать Вместе Домашней Работы На отдельном Листе С пометкой В левом Верхнем Углу Конветка Письмо Для Администрации